Матфея 24, 20 Тит завоевал Иерусалим и евреи были уничтожаемы, голод там у них был, умирали они и прочее. И частью это касается и той истории, которая произошла. Я полагаю, что это касается конкретно вот того случая, когда для евреев это было знамение, что когда это случится, что они должны послушаться этого. Очень интересно, там была история, что те, кто послушались предупреждения Господа, помнили это, то Тит, когда приступил к Иерусалиму в первый раз, после этого отступил. И было время, чтобы бежать в горы. И те евреи, которые сочли важными эти слова предупреждения Господа, учеников впоследствии, скажем так, и вышли из Иерусалима, они действительно спаслись. Второй раз, когда Тит пришел, то он уничтожил полностью Иерусалим, это было страшное зрелище, страшное событие, но они погибли. И те, кто вняли этому, то они спаслись. Я думаю, что-то это вот связано с этим событием, касающимся непосредственно того времени, это не касается нас. Нам все равно, когда Господь придет в субботу или в воскресенье, а если даже еще зимою лучше, меньше холода будет. Спасибо. Грех ли танцевать? Или это вопрос культуры? Возлюбленные, но лично мое мнение, танцевать не грех. И Библия нигде не говорит, что это грех. Были мужи, которые танцевали в Библии, и Бог называл их друзьями своими. И тем не менее, если вы говорите о дискотеке, то для меня это серьезный грех. Или вы говорите о церкви, это неприсуще, неприемлемо в церкви. Но тем не менее, я знаю, что большинство церквей это отвергают, но есть христианские танцевальные группы, которые ездят с евангелизацией. Как мы смотрим на это, это другой вопрос. Но я грехом это не считаю. Коль я нахожусь в этом положении. Субъективное мнение, брата, грех ли танцевать? Каждый должен ответить, а для чего я это делаю? Собака зла, зря не лает. Она или на луну, или на кошку. А для чего я танцую? Что я хочу этим? Библия говорит, все, что вы делаете, делайте во имя Отца Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. В другом месте написано, все делайте во славу Его. А имя Божие через это пославляется. Поэтому, когда девушки перед парнями прыгают и танцуют, и наоборот, привлекают в себе какое-то чисто плотское внимание, то тут не слава Божия, а бесславие. Если у евреев были хороводы какие-то, о которых Библия вспоминает нам и говорит, то это были чисто народные какие-то традиции, они хороводом или кругом там ходили. Но никогда танцы не были частью храмового служения, и в Новом Завете, тем более, мы никогда не находим танцы, что это было частью служения новозаветной церкви. Поэтому считаем это действие неприемлемым и греховным. Я просто немножко добавлю тоже к этому. Вы знаете, в Словии Божьем в Новом Завете описывается о танцах. Была одна девушка, которая очень красиво танцевала. И знаете, что получилось? Полетела голова самого великого человека в мире. После этого братство практически во всем мире здравое фундаментально отвергло танцы. В Новозаветной церкви, когда мы читаем отцов церкви, вообще запрещалось какие-то телесные движения на богослужениях или на общениях. Я имею в виду такие вот, как там танцы или еще что-то. Вы можете прочитать в дедах и даже немножко упоминается об этом и в других. Поэтому я хочу согласиться с Сергеем Петровичем и сказать, что это неприемлемо для христианина участвовать в таких вещах, как танцы или еще что-то. Вопрос. Виталий, я извиняюсь. То есть, вы считаете... Это грех. Да. Окей. Да. Обязательно. Потому что это вызывает некоторые другие чувства, как уже сказал Сергей Петрович. Вопрос такого характера. Как отличить психолога от душепопечителя? Ну, сегодня у нас была беседа очень серьезная о том, что есть, как мы говорим, психология, наука о душе и чисто мирской подход к этому, когда решается вопрос боли души на уровне душевном. А есть именно христианский подход, когда вопрос боли души решается вопросом на уровне духовном, уровне греха, восстановления взаимоотношения с Богом. Как отличить психолога от душепопечителя? Ну, опять-таки, душепопечитель это что-то новое такое, что стали употреблять. И это употребляется сугубо в церковном такой сфере. И здесь есть действительно опасность. Есть те, которые, мы говорим, душепопечитель, но те, которые решают вопросы библейским принципам. Есть те, которые вроде бы находятся в церкви, но пытаются решать вопросы, проблемы души, решают их чисто психологическим каким-то подходом. Как их различить? Ну, мы сегодня говорили, ну, некоторые вещи я все-таки скажу. Если кто-то вас пытается сегодня просто сказать, что у тебя депрессия, ты нормальный человек, христианин, это уже ложь. У верующего человека, рожденного свыше, которого ничто не может отлучить от любви Божией, который имеет твердое упование и веру в Иисуса Христа и надежду на вечную жизнь, депрессии быть не может. И если кто-то вас начинает убеждать в этом и говорить, да, то вы уже знаете, что это подход чисто психологический. Этого не должно даже именоваться, да. С другой стороны, мы тоже должны очень ясно понимать некоторые другие вопросы. Тогда, когда вы имеете какие-то переживания или еще что-то, и вы нуждаетесь в поддержке, в молитвенной поддержке, в том, чтобы вам помочь разобраться, чисто на, будем говорить, на основании слова Божия, да, как решать одни или другие вопросы. И вам это делают с Библией в руках, объясняя принципами библейскими, то это нормальная забота о душах. Ну, если кто-то употребляет душепопечительство, ну, окей, мы не будем к словам цепляться, да. Но это должно быть именно в духовном плане. Но ни в коем случае не пытаться утешать или, будем говорить, работать с человеком чисто на каком-то, вот знаете, здесь вот умственном, там, чувственном или еще что-то. Это уже немножко не то. Громче, пожалуйста, встаньте и скажите громче. Вопрос. Какие обязанности у пастора церкви? И семь посланий написаны к пасторам церкви? Ну, мы уже слышали, что семь посланий это написано к пасторам церкви. Ангелу церкви напиши. Главный случай имеется в виду пресвитеру церкви, напиши. Там отражается состояние самого пресвитера и состояние церкви. А обязанности я вам прочитаю нелегкие. Апостол Петр, 5 главе, 1 послания Петра говорит. Пасторей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник слави, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастореначальник, вы получите неувидающий венец славы. Вот какая обязанность лежит на пастора церкви, апостол Петр говорит. Ну и в частности, в каждой церкви, по каждому пастору было что-то сказано. Я думаю, это уже пояснялось, когда разбирали семь церквей. Так что честно скажу, что обязанности очень ответственные. Почему? Потому что написано, как обязанные дать отчет. Если каждый из вас написано, каждый из вас даст отчет Богу, то пасторю приходится давать отчет за всю церковь, за состояние душ. И много упреков в Ветхом Завете говорилось пасторам, поэтому эта ответственность, ну я скажу, самое тяжелое, что приходится чувствовать на себе.